С веста тех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня Александр Петров и мы будем говорить про авианосцы. Мы с вами хорошо знаем итальянский флот по линкорам и крейсерам, однако у итальянцев был даже свой собственный авианосец. Сегодня будем говорить именно о нем. Встречайте, Аквила. Встречайте, Аквила. Встречайте, Аквила. Через три дня стальной гигант, не способный маневрировать, был уничтожен артиллерией англичан. 7 декабря 1941 года японцы нанесли сокрушительное поражение целому американскому флоту, который базировался на Гавайи. Налет авиации стал настолько успешным, что американцы еще долгое время не могли оправиться от этой разрушительной атаки. В отличие от американцев, потери японцев были незначительны. Всего 29 самолетов и 4 небольших подлодки. Американцы же потеряли практически целый флот. Однако союзники Японии, это итальянцы и немцы, сильно уступали японцам в вопросах палубной авиации. В основном это было оправдано тем, что исторически не было необходимости создавать какие-то авианосящие корабли, потому что было большое количество баз авиационных у этих держав. И не было каких-то колониальных планов, ну а точнее не планов, а просто возможностей, потому что что Италия, что Германия колониальному разделу попросту опоздали. Постройка первого немецкого авианосца граф Цепелин велась, мягко говоря, неторопливо. Однако, несмотря на то, что корабль практически был достроен, принять участие в боевых действиях он по разным причинам так и не успел. Италия тоже авианосца делать не собиралась, однако налет британских Свордфишей на базу в Таранто довел итальянцев до кипения. Они тоже начали делать свой авианосец. Для этих целей был использован пассажирский пароход Рома. Этот трансатлантик, построенный в 1926 году, работал на линии Генуэ-Нью-Йорк. При переоборудовании у теплохода была разобрана верхняя надстройка и вместо нее сооружена большая летная палуба. Авиагруппа корабля должна была составлять 51 самолет, которые могли располагаться как на взлетной палубе, так и внутри, в ангарах. Авиагруппа авианосца по замыслу конструкторов должна была быть представлена итальянскими истребителями-бомбардировщиками Ре-2001. Эти самолеты достаточно удачной конструкции, несли на борту 4 пулемета калибра 12,7 мм, а также на них могла быть подвешена бомба вплоть до 500 кг. И разработалась модификация от торпеды. Итальянским конструкторам пришлось решить очень много проблем. В частности, возросшая скорость линкоров требовала от авианосца наличие хотя бы 30-ти узлового хода. Для этого пришлось снять двигательную установку с легких крейсеров «Корнелио Сила» и «Паола Эмилия», разобранного впоследствии на стапеле. Из-за изменения остойчивости после установки более легких двигателей, а также летной палубы, итальянцам пришлось наварить противоторпедные були и залить их бетоном, для того, чтобы корабль при сильной качке попросту не перевернулся. Аэрофинишеры, подъемники, лебедки – все это было предоставлено итальянцам немецкими конструкторами. После капитуляции Италии в 1943 году авианосец захватили немцы, но, несмотря на высокую степень готовности, никаких попыток достроить его не предпринималось. Атаки знаменитых боевых пловцов Италии, ну а также, разумеется, бомбардировки американской авиации, все это постепенно разрушало корпус недостроенного Аквилы. В итоге немцы попросту бросили авианосец, перегородив им вход в гавань. После откачки воды и небольшого ремонта, Аквилы был переведен в порт Специи для дальнейшей разделки на металл. Так и закончилось, не успев начаться история первого и последнего итальянского авианосца Аквилы. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также прожать колокольчик. С вами Турям.